здарова товарищи сегодня в гостях у нас алена виноградская раз повара блогер алена ты нам сегодня будешь готовить буду готовить фалафели это очень распространенная закуска восточной кухне основным компонентом этой закуски является нут это такой турецкий горох нут нужно нам заранее замачивать лучше всего оставлять на ночь начинаем с того что нам нужно нарезать зелень так что в общей сложности получилось приблизительно 5 столовых ложек на рубленой зелени зелень у нас петрушка мелко-мелко-мелко как только можно кинза пока серж будет нарезать зелень я нарежу лук для нашего количества ингредиентов а это 250 грамм нута достаточно будет одна вот такой вот луковицы лук нарезаем мелко как только можно очень важный момент нут идеальнее всего использовать сырой никакой не консервированный консервированный внутрь фалафеля у нас развалится вообще ничего не получится и отваривать тоже не нужно нам понадобится 5 супчиков чеснока их можно либо мелко нарезать лучше наверно все таки через чеснокодавку может она так равномернее все распределится высыпаем нут мы подготовили нут для того чтобы перемолоть его в пюре однородно это можно сделать либо ручным блендером либо электрическим конечно нут перемололи вот все уплы перекладываем его какую-то глубокую миску теперь нам необходимо соединить все ингредиенты вместе добавляем 4 столовые ложки булгура 1 столовая ложка кориандра молотова засыпаем всю зелень сюда же лук у меня нету молотый сейчас немножко порубим но если ступка есть тоже можно сделать добавляем сюда же чеснок чайную ложку кори чайную ложку соды обыкновенной пищевой чайную ложку соли перец черный обыкновенный это одна чайная ложка можно в принципе регулировать по вкусу далее понадобится еще кумин который тоже должен быть молотой делаю у нас молотого нету мы будем молоть сами ложка чайных вата нет кумина надо больше 2 даже 3 мы еще добавим острого перца перец надо мелко нарезать ну достаточно достаточно сейчас я так вот так сделаем это так основную нашу нутовую массу мы приготовили хорошенько нужно все перемешать для того чтобы ингредиенты все равномерно соединились теперь нужно ее оставить минут на 40 добавляем 3-4 столовые ложки муки можно начать даже сначала с двух столовых ложек консистенция должна быть такова чтобы с нее легко лепили шарики и они должны держать форму так ну проверяем хорошая получилась консистенция нам надо налепить из этой всей массы шарики вот так и вот приблизительно по размеру это самый максимальный размер больше не нужно это вот большой его надо поменьше сделать я хочу большой дело в том что они просто будут плохо прожариваться внутри устроить устраивать вполне мы слепили из всего нашего пюре шарики теперь можно приступать к их обжариванию для этого надо включить сковородку налить туда масло и подождать пока масло разогреется сейчас мы то принесем куда нам надо масло разогрелось до нужной температуры опускаем аккуратно шарики во фритюр приблизительно по я думаю пять штучек хватит туда одновременно минут три-четыре они должны будут прожариваться это будет заметно по цвету корочки она станет такая золотистого цвета прошло приблизительно минуты четыре достаем их с помощью шумовки и выкладываем на блюдо устеленное бумажным полотенцем для того чтобы она впитывала лишний жир то же самое нам нужно проделать с остальными оставшимися палафелями это была алена виноградская серж тв джен конечно спасибо вам что вы нас смотрите алена тебе конечно огромное спасибо пожалуйста до свидания до свидания